Архангельское. Село в Хохольском районе Воронежской области России. Административный центр и единственный населенный пункт Архангельского сельского поселения. Уличная сеть села состоит из 14 улиц. Архангельское. Первоначальное название Галышовка-Калышевка. Входило в состав Каратаякского уезда и Воронежского уезда с 1923 по 1928. Гремячинского района с 1928 по 1963 год. Село Архангельское основано около 1655 года на правом берегу реки Дон у реки Галышевка. Архангельское расположено в юго-западной части Хохольского района. Граничится с Трохорским муниципальным районом и Нововоронежским городским округом. Территория поселения имеет сложный рельеф, форма трехлучевая с композиционным центром на склонах, ориентированных на реку Дон. Поселение занимает площадь 7495 гектар. Численность населения 695 человек. Архангельское возникло 347 лет назад, в 1655 году, на речке Галышевка, которая как раз здесь впадает в Дон. Речка сохранилась и поныне, но уже небольшим ручьем течет среди села. Неспроста и село на первых порах называлось так же, как и речка. Основание села относится ко времени строительства белгородской защитной черты, к середине 17 века. Но раскопки, проведенные в этих местах, показали, что люди жили здесь с глубокой древности. Вблизи расположен природный археологический памятник – Архангельское городище. Оно занимает два крутых отрога и часть плато правого берега Дона. Северный мыс укреплен двумя рвами – Южный валом и рвом. Со стороны плато к нему привыкает поселение, защищенное мощным валом и двумя рвами. Городище – это многослойное и датируется периодом от II тысячелетия до н.э. до X века н.э. Городище является республиканским памятником культуры и исследуется археологическими экспедициями. Природа схожа с природой села Костенки. Архангельское расположено как бы в котловине. Поэтому долгое время жители пользовались церковным колоколом, который звонил в ненастье не только ночью, но и днем, указывая путь заблудившимся или странникам. С 1657 года село Архангельское считалось вочиной Борщевского Троицкого мужского монастыря. В 1673 году рядом поселилась группа боярских детей из соседней деревни Белый колодец, после чего первое поселение стало называться Старой Галышевкой, второе – Новогалышевкой. В 1671 году в селе построена Архангельская церковь, в 1875 году построена новая деревянная церковь. Позднее Старая Галышевка и Новогалышевка соединились и получили название по церкви. С 1710 года село Архангельское – вотчина Воронежского архиерейского дома. С 1764 года жители Архангельского стали именоваться экономическими, затем государственными крестьянами. До 1861 года жители Архангельского сохраняли зависимость от архиерейского дома. В 1900 году в Архангельском имелись шесть общественных зданий, земская школа, школа грамоты, две маслобойни, кирпичный завод, две ветряные мельницы, рушка, трактир, ведерная, три мелочные лавки. С июля 1942 года по январь 1943 года Архангельское было оккупировано немецко-фашистскими войсками. В селе Архангельское одновременно можно полюбоваться меловыми возвышенностями, творением природы и рукотворными достопримечательностями. Автор всех арт-объектов – жительного Воронежа Евгений Федоров. Важный момент – в Воронежской области сразу в трех районах – Хохольском, Анинском и Верхнихавском – есть село с названием Архангельское. Не перепутайте, когда отправитесь в путь. Первым арт-объектом Федорова стал лик Богородицы. До этого у Евгения был опыт только живописи и резьбе по дереву. Работать под открытым небом на меловой основе ему не приходилось. Над ликом Евгений трудился около двух месяцев. Специальным инструментом аккуратно выдалбливал каждую деталь, затем покрыл черной акриловой краской большую часть изображения. Белым оставил лицо, руки, нимбы и голубя. «Не люблю срисовывать, поэтому такое изображение Богородицы вы больше нигде не увидите. Оно у меня из головы. Я не глубоко верующий человек, это моя первая работа на библейскую тему. Просто в тот момент душа попросила изобразить именно Богородицу», – заметил Евгений. Весть о том, что в заброшенном карьере появилось необычное изображение, быстро разлетелось по округе. К лику стали приезжать молодожены, и тогда Евгений подумал, что было бы неплохо дополнить место другими достопримечательностями. Так появилась идея создать лабиринт любви и надежды. И если лик Евгений делал в одиночку, то со вторым объектом ему помогала сельская администрация, не остался в стороне и бизнес. Одно предприятие выделило 10 тонн бута, чтобы засыпать яму, выровнять поверхность и проложить дорожки под лабиринт. Другая организация помогла привезти из Нововоронежа бордюрный камень. В центре лабиринта находится композиция в виде ладоней, держащих запретный плод. А в самом яблоке можно увидеть контуры Адама и Евы. А дальше, говорит автор, я немного начудил. Из постамента торчат бивни мамонта, ненастоящие, конечно, из арматуры и бетона. Меня часто спрашивают, зачем сюда я мамонта прилепил. Как зачем, ведь от этого места до костенок всего 20 километров. И здесь тоже находили останки древних животных. Добавил Федоров. Рядом Евгений разместил щит с подробной инструкцией по использованию лабиринта. Сначала нужно взять небольшой камушек из специальной ямы, именуемой каменным цветком. Возле входа в лабиринт загадать желание, обязательно доброе, и следовать по часовой стрелке, не приступая через камни. В центре еще раз хорошо подумать о своем желании, и далее, следуя по стрелке, найти обратный выход. Свой камушек нужно забрать с собой. Третьим арт-объектом Евгения Федорова в карьере стало дерево любви для молодоженов. Оно сделано из металла, всю конструкцию Федоров сварил сам. На ветвях сидит птица, на макушке ангел. Есть поверье, что если новобрачные завяжут на крепкий узел ленту на дереве любви, то они всегда будут вместе. Также я хотел бы рассказать про церковь в селе Архангельское, которую осветили в честь Николая Чудотворца. Храм построил московский бизнесмен Николай Шутов. Он родом из Архангельского. Сейчас он живет в столице и занимает пост президента группы компаний. Глава сельского поселения Мария Меринова разыскала земляка два года назад, когда Архангельское газифицировали, и необходима была спонсорская помощь. Узнав, что сельчане мечтают возродить церковь, Николай Шутов пообещал, что построят на малой родине храм, и выполнил свое обещание. Храм деревянный, с медной крышей. Очень красивый. В едином архитектурном стиле выстроена колокольня и дом для священника. Обустроена прихрамовая территория площадью 1,2 гектара. Последний раз колокольный звон звучал в селе более полувека назад. Теперь у местных жителей есть возможность помолиться, покрестить ребенка, обвенчаться, не выезжая за пределы села. Митрополит Воронежский Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, совершил чин освящения и божественную литургию в сослужении епископа Солнечногорского Сергия, векария Святейшего, Патриарха Московского и всея Руси. Солнечный осенний день 4 октября 2015 года вошел в историю села Архангельское Хокольского района. Совершилось великое освящение новопостроенного храма в честь святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Вместе с духовенством архипастерей встречали представителей районной и сельской администрации, депутаты, благотворители храма, трудами которых в небольшом селе появился удивительной красоты церковный комплекс, построенный из оцилиндрованных бревен в стиле старинных русских северных храмов. Село имеет богатую историю и необыкновенно живописную природу. В последние годы село приобрело черты современного ландшафтного дизайна, но не утратило своей самобытности и природной привлекательности. Несмотря на то, что к силу почти вплотную примыкают огромные котлы Нововоронежской АЭС, экологии села это не вредит. Уровень радиации за многие годы наблюдений не превышает установленные нормы. В настоящее время в Архангельском имеются средняя школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. Уроженцами села Архангельского являются Г.М. Андреев и Ф. Гречишкин, А.И. Сливкин. Г.М. Андреев и Ф. Гречишкин